Здравствуйте! С вами Ярмирина. В этом мастер-классе я покажу вам, как обвязать колечко для Слингобус. Есть много разных вариантов обвязывания колечко. Я начну с самого простого, когда колечко обвязано ниткой в один цвет и выглядит обвязка вот так. Независимо от того, какой ниткой вы будете вязать, схема обвязки будет одна и та же. Можно вязать тонким ирисом, можно толстой ниткой. Чем толще нитка, тем быстрее будет происходить у вас процесс обвязывания. Я буду вязать турецкой хлопковой пряжей альмином. Вот так она выглядит. Крючком размером 1,5 мм. И обвязывать я буду колечко диаметром 5,5 см. Это пластиковое колечко. Для Слингобус в идеале оно, конечно же, должно быть деревянным. Но вот сейчас наличие у меня есть только такое. Чтобы не откладывать съемку мастер-класса в долгий ящик, я вам покажу на этом примере, что нужно делать. А вы потом уже для своих Слингобус найдете себе правильные деревянные колечки. Оставляем хвостик подлиннее. Ближе к концу вы поймете, зачем это нужно. И таким вот образом завязываем первый узелочек. Берем наше колечко, держим его. Проводим нитку вот так вовнутрь и одеваем ее на крючок. Натягиваем. Хватаем ниточку и за один прием вытаскиваем через две петельки. Дальше делаем точно так же. Вот так ниточкой обнимаем колечко. Одеваем ее на крючок. Натягиваем, хватаем нитку и протаскиваем за один прием через две петельки. Снова повторяем то же самое. Выводим ниточку, накидываем ее на крючок, натягиваем хорошенько, хватаем ниточку сверху, протягиваем через две петельки. Плотно, аккуратно укладываем ниточку вот здесь, одна к другой, чтобы параллельно все шло, чтобы не нахлестывалась нигде нитка одна на другую, ни с этой стороны, ни с этой. Тогда обвязка будет лежать очень ровно и красиво. Вот таким образом, повторяя одну и ту же комбинацию движений, мы обвязываем полностью все колечко. Вот здесь в самом конце стараемся плотно-плотно уложить ниточки, чтобы у нас потом тут не пробивалась щель. Все-все параллельно друг другу. Еще один рядочек я один оборот попробую сюда уместить. Проверить, чтобы там не было нахлеста сзади, иначе он будет некрасиво лежать. Вот мы довязали для того, чтобы потом там при использовании, если будет двигаться там эта обвязка по колечку, опять же, чтобы не было щели, нам нужно обязательно замкнуть этот круг. Мы берем под первую петельку, с которой мы начинали вязать, вводим туда крючок, вытаскиваем ниточку, и протаскиваем ее сразу же и в эту петельку, то есть за один прием выводим через две петельки. И вытаскиваем ее сюда, опять же, делаем хвостик подлиннее. Вытащили. Вот у нас торчат здесь два хвостика, первый и последний, и нам эти хвостики нужно спрятать. Как это сделать? В идеале нужно взять крючочек тоненький, вот сюда вот его всунуть под обвязку, вот так, зацепить этот хвостик и протащить его туда вовнутрь. Фокус в том, что из-за того, что эта обвязка очень плотная, она не эластичная, вот этот крючочек, даже самый тоненький, маленький, как туда вот не всовывая, он, ну, крайне проблематично туда помещается, никак не хочет залазить. То есть, это в итоге, конечно, можно сделать, но это надо очень долго мучиться и нервничать, чтобы эти хвостики спрятать. Чтобы этот процесс как-то хотя бы облегчить, я использую иголочку, вот такую специальную, с очень большим ушком, в которой легко проходит вязальная нитка. и носик этой иголочки, он, конечно же, гораздо тоньше, чем носик даже самого маленького крючочка. что-то тут у меня зацепилось. Не пошла одна ниточка, попробуем еще раз. пряжа состоит из многих тонких ниточек, и все они должны попасть. Вот так. Вот. Вот вы можете видеть, что вот это миллиметровый крючок, а носик иголочки, он все-таки еще тоньше, и его немножко легче продеть вот под это вязание, чтобы спрятать хвостики. И я беру вот так этот носик сюда и продеваю, продеваю вот через несколько петелек. Продела, вытягиваю, потом еще дальше, еще несколько петелек продела, вытягиваю. Вот зачем длинные хвостики мы оставили, для того, чтобы можно было одеть в иголку эту нитку и таким вот образом протянуть подальше, подальше, чтобы хорошенько закрепить эти хвосты, чтобы ничего потом не выбивалось и не распускалось. Ну, вот так достаточно на такое расстояние мы спрятали нитку. Здесь с изнанки можно теперь просто отрезать этот хвостик, немножечко поправить, и вот так его не будет видно. Вот, теперь вот этот второй хвостик нужно спрятать. Уберем эту нитку с лицевой стороны вязания, протянем наизнанку, вот так под ближайшую петельку всунули крючочек, зацепили. И вытащили эту нитку сюда, наизнанку. Вот так здесь выглядит. И опять же, берем нашу волшебную иголочку, продеваем нитку, и с изнаночной стороны уже в другую сторону можно протянуть. Вот таким образом под вязание будем прятать этот хвостик. Вот так мы его вытягиваем. Потом разровняем эти все щели, чтобы их не было видно. Вот у нас тут ниточка вышла, и мы туда же иголку продеваем. Снова под несколько петелек протянули и заправили туда. И еще можно разочек. вот так. Можно, конечно, дальше, дальше еще тянуть хвостик, насколько вы считаете нужным. Настолько его и затянуть и спрятать. Отрезаем нитку. Вот. Это уже готовое колечко, которое можно использовать и как самостоятельный грызунок, и одеть на слингобусы. Вот здесь, если вам на месте стыка этой обвязки как-то не очень нравится, что тут что-то видно, то вы прямо вот сюда шнур одеваете, и у вас шнур будет закрывать этот дефект. И все колечко будет очень симпатичное и равномерное. Дальше вот это колечко, его можно украсить всевозможными штуками. Можно связать к нему вот такие лепесточки большего или меньшего размера, чтобы получилось вот такое солнышко или цветочек, кому как больше нравится. Можно привязать к этому колечку вот такую волнистую бахрому связать прямо по кольцу, примерно таким же способом, как мы вяжем гвоздичку. Об этом тоже есть у меня отдельный мастер-класс. Можно вязать, как вы видите, вот саму обвязку делать, чередовать нитки разных цветов. Очень симпатично это тоже смотрится. Как это все делать, я покажу вам в следующих мастер-классах. Ставьте лайки или не лайки. Не забывайте присылать по возможности вашу благодарность в форме Donation. Ссылочку со всеми реквизитами для разных валют можно найти под этим видео. Спасибо за просмотр. Пока-пока!